И вот вдруг нас выстроили на плацу и объявили приказ нам всем сдать обмундирование, получить свои вещи и отправиться в распоряжение своих райвоенкоматов по месту жительства. Потому что набора в Академию не будет из-за сложной военной обстановки под Ленинградом. Все это я получил, еще недельку погостил у родственников до 14 августа. 14 августа я выехал в Москву, по дороге попали под бомбежку, поезд попал, два немецких самолета бомбили поезд и железнодорожную линию. Мы все разбежались, как описано в произведении блокада, побежали в лес. Потом, после некоторого времени, паровоз подал гудок, сигнал, и все пришли в свои вагоны. И 15 августа я был в Москве и быстренько отправился домой в деревню. Моя мама была председателем сельсовета, и она через некоторое время после моего возвращения вручила мне повестку о призыве в армию на 20 сентября 1941 года. Я собрал вечер, проводы, пригласил всех своих друзей, ребята, девчонок из соседних деревень. Мы тогда общались, друг друга хорошо знали. Они меня провожали до военкомата. У ворот военкомата, когда объявили нашей команде из 20 человек заходить на посадку во двор военкомата, тогда я распрощался со своими друзьями, впервые в жизни поцеловался с девчонками. И мы, садясь в грузовик, шумели, шутили, что вот мы Гитлеру покажем, как приедем на фронт. Оказалось-то, все это не так. Ну, нас на этом грузовике отвезли на станцию Дорохово, там в школе мы переночевали, и утром сели в поезд и поехали в Москву. Все. В Москве оформили в комендатуре документы, и наша команда из 20 человек села в поезд Москва-Ташкент, и мы поехали в Ташкент. Под Ташкентом располагалась школа штурманов авиационных в городе Черчик. Мы туда явились. Но там пришел приказ Сталина продолжить обучение курсантов, которые там уже были, а нас перенаправили в Алма-Атинскую школу пилотов первоначального обучения. Там мы долго не были обмундированы, строили еще один учебный аэродром, и только начали заниматься, изучать авиационную технику, как новый приказ поступил, нас отправили в город Чарджову, в школу авиамехаников, по приказу Сталина создавалась, для обслуживания самолетов, которые поступали в нашу страну по Ленд-Лизу, из Америки и Англии. Там мы пробыли до Нового года, занимаясь в основном строевой подготовкой и изучением уставов в войсках. Ну, там нас обмундировали, мы приняли присягу, вот, и перед Новым годом опять наша жизнь изменилась. В конце декабря вдруг нас настроили, построили на плацу и объявили, у кого среднее образование остаться на месте, у кого ниже среднего образования налево выйти построиться, а у кого хоть один курс института или высшее образование, выйти направо. И оказалось, институтских отправили в Ташкент, в школу радистов, нас со средним образованием отправили в Фергану, в Харьковское артиллерийское училище, прибывшее туда с фронта, Харьковское артиллерийское училище противотанковой артиллерии. А тех, у кого не было среднего образования, направили в пехотное училище. И вот там мы начали с 1 января буквально начали заниматься. Мы так рады были, надоело мотаться, стали очень внимательно изучать технику. И в мае месяце мы сдали экзамены, зачеты и экзамены, и были распределены по фронтам. Там четыре человека нас, по фамилии все на букву «Ж», были направлены на Брянский фронт. И мы отправились в конце мая, или в начале июня, по-моему, в конце мая, мы отправились через Москву в город Елец, где был штаб Брянского фронта. А там уже всё ниже и ниже по штабам, до того места, до батареи противотанковых, пушек, где мне довелось служить командиром взвода в звании младшего лейтенанта.